Сегодняшняя конференция посвящена лечению гормонозависимых рецептов позитивных опухолей молочной железы. Я не знаю, как тут переводится. Да, значит, программа всем вам известна. Здесь ряд докладов в разных направлениях, но так или иначе они будут касаться гормонозависимых форм опухолей. Ну вот, мое сообщение, мы открываем, как бы это иступительное слово, касается современных стандартов лечения ракомолочной железы. Почему это привлекает внимание? Только что прошла большая конференция, 15-я по счету, Сан-Галин называется, который проходил в Венин. Вы, наверное, многие из вас, возможно, присутствовали на этой конференции. И одним из главных вопросов, там много перечислилось, было 200 основных вопросов и 800 подвопросов, включались в том числе лечения гормонозависимых опухолей молочной железы. Ну, говоря о гормонотерапии, конечно, мы должны всегда это уже ритуально указывать. Первого врача, который открыл это направление, не зная тогда еще, не было понятия о гормонах, о рецепторах, интуитивно, так сказать, выполнив авариктомию у больных с запущенной формой рака, у первых трех пациентов он получил хороший ответ на лечение, исчезли метастазы. И хорошо, что именно у первых трех, потому что у последующих семи ответа не было. Если бы наоборот, то, может быть, еще сто лет бы там ждали, когда будет применяться гормонотерапия. И как это ни странно, несмотря на то, что прошло уже сто с лишним лет, как бы принцип гормонотерапии, в общем-то, и не изменился борьба, так сказать, с эстрогенами и с их эффектом и в отношении роста молочной железы, и в отношении метастазов. Ну, тут надо упомянуть и тех специалистов, в частности, и Крайка Джордана, который бывал на наших конференциях, выступал на белых ночах, который в свое время взял такой препарат под номером ICI 46474 у доктора Артура Вилпова, который разрабатывал, значит, контрацептивы, считая там экстрен-контрацептивом. И в эксперименте он показал, что вот этот контрацептив, он его сразу же оформил на него патент, является противопухолим препаратом. В последующем вот это направление приобрело тотальное обозвучание. И вот лауреат Нобелевской премии Вильям МакКвайр в 1973 году уже, сколько лет прошло, провозгласил, что обнаружение рецепторов эстрогенов при раке молочной железы может служить предсказателем, предиктором чувствительности к эндокринной терапии. Ну, тогда только еще вот открыли эти факты. Ну, в последующем вот я продолжение вот этой мысли, это будет дальше повторим, в конце уже лекция. Ну, всем известны подтипы ракомолочной железы, люминальные и не люминальные, то есть просто нет смысла указывать. И, учитывая, что многие страны приступили к исследованию лечения томоксифена, когда появилась информация о рецепторах эстрогенов, то функцию, так сказать, общего анализа всех этих исследований взял на себя Оксфорд, группа биостатистиков, аггарист Ричардом Питто. Исследовав там десятки тысяч пациентов, в том числе и нашего института, выяснилось, что пять лет лечения томоксифеном против пациентов, которые не получали томоксифена, приводит к сокращению смертности. Но не сразу вот первые там пять лет, а отсроченный эффект, то есть после пяти лет. Но в то же время вот этот анализ показал, что и после этого периода, и даже через десять лет, все еще пациенты, не получавшие томоксифен, погибают от заболевания, даже при ранних стадиях рака. Но вот в этой группе, которая анализировалась, конечно, включался томоксифен и после химиотерапии, и томоксифен вместе с аваректами, потому что была практика. Почти всех пациентов, особенно когда не было информации о рецепторах, и в том числе в России, и в нашем институте, всем подряд выполнялась молодым женщинам аваректомия. Мастектомия, аваректомия. То есть это уже априора, так сказать, гормонотерапия. Вот поэтому было очень важно посмотреть, а не надо ли продолжать такую успешную гормонотерапию больше пяти лет, а в десять лет, допустим, больше. И вот в этом же университете в Оксфорде Ричард Пидо и Кристина Дэвис организовали вот такое мировое международное исследование АТЛАС, куда вошла и вот Россия, и многие центры, но в основном после пяти лет исследования, это сравнивалось и десять лет томоксифен против пяти, после первых десяти лет остальные центры российские постепенно выпали, потому что не было четкого обслеживания и оценки отдаленных результатов. Вот у нас Нина Юнобарыш, присутствующая здесь, отвечала за эту программу. Мы вошли в десятку из сорока учреждений в десятку, так сказать, вот этих наиболее чем исследователей. И вот даже такое длительное десять лет лечения томоксифеном привело к сокращению смертности в абсолютных цифрах на 3%. Казалось бы, немного. Но когда говорят о миллионах заболевших, это огромная цифра спасенных жизней благодаря томоксифену. Причем в эту программу АТЛАС уже не включались больные, которые получали, допустим, подвергались другой гармонии, авариктами. И это вот получившие пять лет томоксифена дальше рандомизируются на продолжение такого же лечения или прекращение. Но при этом, конечно, особенно оппоненты такого лечения подчеркивают, что возникает много осложнений. Там рак теломатки, цкисты яичников и так дальше. И вот здесь уместно перейти уже на слайды. Итоги голосования в Сан-Галене. В Сан-Галене конференции она была в Вене. Вот такой был вопрос. Кому в первую очередь показано не только лечение томоксифен, но и подавление авариальной функции, чтобы усилить эффект лечения? Ну, у нас обычно это препараты золадексы и другие. Значит, возраст моложе 30, у молодых женщин 35 лет. Вот. Высокий уровень эстрогенов, остающийся после проведения химиотерапии. Высокий риск по вот этому ЦРА и, так сказать, ЦРА. Третья степень заказчика, как ни странно, не была отнесена в группу показателей для назначения. И вот последняя – это онкотайп ДЭКС. Но это очень спорно, потому что онкотайп ДЭКС вообще сам по себе хоть применяется при гормонозависимых опухолях, но они имеют отношение к длительности гормонотерапии. Ну, мы позже об этом скажем. И вот следующий вопрос. Могут ли некоторые пациенты получать ингибиторы ароматазы вместе с подавлением авариальной функции? Ну, подавляющим, большинство, 90%, конечно, поддерживает. Ну, мы понимаем, что уже первые годы гормонотерапии, в том числе там оксифеном, вызывает масса осложнений. Ну, там приливы, жары, так сказать, и прочее не так уже это всё приспосабливается. Но когда речь идёт о такой вот выраженной супрессии, то есть женщины 35-40 лет переходят в постменопаузу. То есть старше как бы на 20 лет и со всеми признаками депрессия, остеопороз, нарушение сексуальной функции, рак тела матки, хоть редко, но у 3% и так дальше. Различные метаболические нарушения – это, конечно, очень существенный фактор, который должен учитываться, когда пациенту говорят о необходимости применить не только там оксифен или ингибитор, но и препараты, подавляющие, супрессирующие яичники. Но это очень часто и как бы не упоминается. Вот поэтому возник вопрос, вот и на этой конференции Сан-Гален, значит, какие из следующих линейки, значит, морфологических характеристик являются аргументом для назначения вот этой супрессии плюс ингибитор ароматазы. Потому что если вы выключили функцию яичников, то можно назначать не там оксифен, а более сильный препарат ингибитор ароматазы. Но опять те же признаки. Молодые женщины, там метастазы в четырех лимфоузлах и больше, там высокий риск генетический. И вот опять отягощенный прогноз по онкотайп ДЭКС. Но это очень сомнительно. Многие вопросы пришлось переголосовывать, потому что не вся аудитория, так сказать, поняла, о чем идет речь. Вот, скажем, как альтернатива подарению авариальной функции с помощью золадекса и других ЛГ-релизин гормонов 10 лет, там, оксифен, то, что получено в атласе. Какие женщины подлежат среди вот этих пациентов длительному лечению? Значит, если они исходно применоползальные, но высокого риска. Ну, что значит высокого риска? Опять же, метастазы в лимфоузлах, большая первичная опухоль и так дальше. И больше никаких признаков. Значит, только эти женщины высокого риска по этим признакам и подлежат длительному лечению. А все остальные, отнесенные к первой, второй А, они подлежат только лечению в течение пяти лет. Вот, значит, такой вопрос. Лечение одним тамоксифеном применимо и для некоторых пациентов с постменопаузальных. Потому что, как правило, и особенно в России, в постменопаузе назначают ингибитор ароматазы. Значит, 92% экспертов считают возможным назначение только тамоксифена и в постменопаузе, если они не отнесены к высокому риску. Ну и вот параметры для назначения ингибиторов. Вот, все постменопаузальные. Вот, 52%, половина. Что совершенно не соответствует предыдущему вопросу. Вот, наличие метастазов понятно. Третья степень злокальственности или высокий КИК-67. Или коэкспресс. И ХЕК-2, 3+, и экспресс и рецептов гормонов. Да, значит, вопрос, используются ли ингибиторы ароматазы апфронт. Ну, вот, 56% считают, это 2,5%. Но почти 40% против. И совершенно правда. Потому что много программ, когда лечение начиналось с тамоксифена в течение 2-3 лет, а потом переход на ингибиторы ароматазы. С доискличением долького рака. Там действительно вот такое лечение, даже при повторном голосовании, было поддержано большинством членов экспорта. Вот, и очень часто возникают вопросы, пациенты спрашивают, а какой из ингибиторов лучше, предпочтительнее? Так вот, 100% голоса, так сказать, нет отличий между аромазином, допустим, экземистаном, анастерозолом или фемарой или трозолом. Значит, они одинаково эффективны. Ну, это вопрос, значит, показания для эндокринной терапии свыше птили, то есть длительная гормонотерапия. И вот, ну, не считая вопросов. Ну, вот, как бы, большинство, 88% экспертов считают, что терапия ингибиторами до кумулятивной дозы, вот они 2-3 года уже получали после тамоксфена, вот до 5 лет это допустимо. Больше 5 лет, в общем, как бы, уже рискованно для пациентов. То есть все признаки – это суставные боли, депрессия, остеопороз, переломы и так дальше. Все эти факторы, значит, возрастают, учащаются, и поэтому такое лечение становится опасным из-за осложнений. Ну, и вот здесь, как бы, показания для эндокринной терапии свыше 5 лет используя ингибитороматаза. Ну, вот, видите, вот, как бы, этот слайд опровергает вот это мнение о том, что можно ингибиторы применять больше 5 лет. 64% считает, что не следует вообще продолжать гормонозарапию ингибиторами, если уже, как бы, достиг эффект лечебный. Ну, это, как бы, адевантная часть. Неадевантная гормонотерапия рассматривалась отдельно, но мы приводим здесь, чтобы не затягивать, доклад. Вот, мы в свое время в институте провели большое исследование, сравнивая неадевантную гормонотерапию с химиотерапией. В постминопаузе показали, что она одинаково эффективна у пациентов с экспресс-рецептом стероидных гормонов. Однако, одновременно, ну, мы тогда особенно это не подчеркали, было показано, что все-таки не менее 40% этих больных уже при двухмесячном, четырехмесячном лечении нечувствительны гормонотерапией. Поэтому назначение гормонотерапии на 5 лет, оно, как бы, не оправдано, поскольку, если уже через два месяца эффект заканчивается. Это проблема резистентности гормонотерапии, которая вот сегодня в ряде докладов будет рассматриваться. Это основная проблема, которую очень трудно преодолеть. Ну, известны факторы, которые уже исследованы и в эксперименте, и в клинике, это коэкспрессию, допустим, ХЕР-2 и рецептов стероидных гормонов. И было две работы выполнены на эту тему, когда вместо химиотерапии, вместо, значит, анти-ХЕР-2 терапии, допустим, в одном случае тростозома, в другом случае лопатинин, применялся гормональный препарат и был получен эффект. В неводевантах проекта еще не было, но вот мы сейчас запланировали, обратились к соответствующей компании, чтобы провести вот такой же проект в неводевантном режиме. Ну, известная, вот здесь будет рассматриваться, амплификация CCN1, D1, которая, значит, вызывает гиперактивность циклинозависимых киназ, в частности, вот эти ПАЛОМ-1, ПАЛОМ-2, ПАЛОМ-3, которые сегодня будут обсуждаться, и роль ПАЛОМ-1, либо ингибитора вот этих киназ, вот, и вот большая американская работа, которая суммирует эти работы с большим акцентом, кроме вот этих циклинозависимых киназ, на мутацию PI-хит-3. Об этом говорится много и при Экспресс-ХЕР-2-Нью, но пока убедительных доказательств и вот, так сказать, препаратов к этому пока не получен. Но стало очевидно, вот после публикации кресофанили, что добавление фулвестранта после того, как исчерпался эффект ингибиторов ароматазы, и тем более вместе с ПАЛОМ-2, резко изменяет ситуацию, а мутация PI-хит-3 влияет только на прогноз, но не на эффективность самого лечения, потому что во всех группах назначение комбинации чистых антиэстрогенов фулвестранта ПАЗЛАДЕКСа и ПАЛБАЦИКЛИБА всегда была выше, чем терапия одним фулвестрантом. Но, пожалуй, даже более важно, то, что было получено именно только в прошлом году, это мутация гена, хотя это уже было известно СР1, который кодирует рецепторы эстрогена альфа. Уже в течение там примерно 10 лет работали с этим геном, но никаких убедительных результатов не получали. До того, как не было, наконец, полученной информации, это мутация, это чаще наступает у пациентов, длительно получавшие ингибитор ароматазы. Как бы ингибитор ароматазы отбирает вот этих пациентов с этой мутацией. И когда сравнили значение фулвестранта вместе с полноциклибом, а сначала в чистом виде, то выяснилось, что когда мутации нет, отличий фулвестранта от ингибитора ароматазы нет. Практически эффект одинаковый. Когда наступила мутация, действительно, с фулвестратом лучше, эффект лучше. Но гораздо важнее, когда получена информация о циклинозависимых киназ и палбоциклибе, там совершенно рельефное отличие в пользу сочетания фулвестранта и палбоциклиба безотносительно уже мутации. Это очень важное направление. Вернусь назад. Почему? Потому что речь идет об определении вот этого гена в плазме, то есть в процессе лечения. С пациента получает у нас 5 лет ингибитора ароматазы. Значит, у значительной чаще пациентов исчерпывается эффект уже после одного, даже раньше года лечения. И если мы получим информацию более раннюю, то, конечно, необходимо прервать лечение не 5 лет, и даже не 7 лет, как у некоторых, гораздо раньше и перейти на альтернативные другие виды лечения или использование вот этих препаратов. Ну вот мы вернемся снова к этой фотографии. Вот мы говорили, что Вильям МакКуайр в свое время лауреат Нобелевской премии высказал вот эту идею, но это было ясно, что открытие рецепторов стероидных гормонов является как бы предсказательным, предиктором чувствительности гормонотерапии. А вот работы последних где-то от 2013 до 2016 Робинсон, Ванг и Фрибенс показало, что мутация в гене вот SR1 может служить предиктором резистентности гормонотерапии, что может быть даже еще важнее. Ну, здесь просто перечисляем вот те, как я уже упоминал, те вот направления и попытки терапии с учетом мутации различных генов, что, конечно, уже как бы имеет уже клинические подтверждения, хотя очень многие из них остаются неясными и только вот, скажем, путь МТОР и препарата Веролимус или, скажем, циклинозависимый кеназис АДК-4-6, где уже получен препарат ПАЛБАЦИКЛИП, возможно, еще более эффективный будет АМЕБАЦИКЛИП и так дальше. Вот этот путь, конечно, является основным. И самое важное, как выяснилось, в основном, касаясь иммунотерапии, речь идет все время о трижды негативных и хедопозитивных раках. У 15% этих пациентов наблюдается инфитрация опухоли лимфоцитами CD8 и так дальше. Но оказалось, что при лиминальном Б тоже может быть использование ингибиторов чейкпоинт, ингибиторов П1, ПДЛ с препаратом пембролизумаб и отезолизумаб. Этот проект будет выполняться в институте в этом году с использованием отезолизумаба. Вот здесь можно получить тоже и при лиминальных опухолях тоже неплохой отпят. Ну, здесь, значит, напоминаем вам, что в ближайшее время будут белые ночи. Приглашаем всех, а через неделю в этом же зале конференции, посвященной чердопозитивному заболеванию.